Международная группа ученых обнаружила в сигаретах сотни болезнетворных бактерий, которые могут проникать в организм курильщика вместе с дымом. Исследованием руководила доцент из университета Мэрилэнда Эмми Сапкота. Ей помогали коллеги из Франции. Мы изучили четыре популярные марки сигарет. Красная Мальбора, Кэммл, Коул и Лаки Страйк, оригинальные красные. Мы использовали анализ микропробы ДНК, чтобы узнать, какие организмы содержатся в сигаретах. Ученые предполагают, что некоторые бактерии способны выживать в процессе курения и попадать в организм как активных курильщиков, так и пассивных, то есть тех, кто хоть сам и не курит, но находится в непосредственной близости от курящих. Мы предполагали, что найдем в сигаретах большое количество микробов, но были очень удивлены, когда обнаружили разнообразие условно-патогенных бактерий в сигаретах, которые находятся в свободной продаже. Если говорить коротко, то мы выявили 15 различных классов бактерий, каждый из которых содержит сотни микроорганизмов, представляющих потенциальную угрозу здоровью человека. Исследование впервые показало, что сигареты сами по себе могут быть источником широкого спектра потенциально-патогенных микробов. Тем не менее, ученые пока не располагают точными сведениями о том, какой именно вред может быть причинен здоровью человека. Мы хотели бы подробнее изучить, связаны ли эти бактерии с инфекционными и хроническими заболеваниями у активных и пассивных курильщиков. Известно, что в дыхательных путях курильщиков уровень условно-патогенных бактерий выше, чем у тех людей, которые не курят. Но мы еще не до конца уверены, откуда берутся эти бактерии – из сигарет или из другого источника в окружающей нас среде. Это тема для дальнейших исследований. Количество и видовой набор бактерий были одинаковы практически для всех марок сигарет. Среди самых опасных микроорганизмов, найденных в табачной продукции – а какие-то бактерии. Они инфицируют легкие кровь. Также были найдены палочковые бактерии, которые в основном вызывают желудочно-кишечные заболевания, в том числе и язву. Бурхолдерии, некоторые виды которых провоцируют инфекции дыхательных путей. Клостридии, возбудители многих пищевых отравлений и инфекций легких. Клепсиелы, инфицирующие легкие кровь. И синегнойная палочка, которая считается причиной около 10% всех случаев внутрибольничных инфекций. Алексей Березин, Екатерина Александрова, Инфокс, Колледж-парк, штат Мэриленд, США.